День народной песни в Десногорске В нашем городе много самодеятельных песенных коллективов. И все в своем репертуаре имеют русские народные песни. На каждом городском празднике они радуют десногорцев их исполнением. Именно поэтому на праздник народной песни к нам приехали певцы из Рослойского района. В Десногорске прошел концерт самодеятельных коллективов День народной песни. Выступали ансамбли «Сударушка», «Ивушка», «Десногорочка плюс», «Русская песня» и «Зрославля», а также коллектив из «Сырокоренья». Репертуар был очень широким от старинных русских народных песен до современных хитов. Было ветрено и холодно, но это не помешало людям с удовольствием слушать песни. Художественно-самодельные коллективы всегда желанные гости на городских мероприятиях. Их цель – радовать людей своим творчеством и жизненным оптимизмом, а также напомнить слушателям о русской культуре. На народ посмотрите, поддерживает или не поддерживает. Все на лицах он ликует. Так что все так, как надо. Русская песня, она всегда поднимала народ. Такие мероприятия нужны, потому что только через русскую песню мы можем узнать и познакомиться с традициями русской культуры. Кто-то сказал, что культура, красота спасет мир. Так что обязательно в этом надо участвовать. Артисты не чувствовали холода и усталости и выступали с полной отдачей. Поблагодарить артистов вышла на сцену председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева. Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата остается приоритетным направлением в работе действующей администрации Смоленской области. Именно этим вопросом было посвящено заседание организационного штаба под председательством губернатора Алексея Островского. В регионе уже не первый год активно внедряют лучшие практики повышения инвестиционной привлекательности. Среди наиболее результативных инструментов использования возможности электронного документа оборота, повышения эффективности межведомственного взаимодействия и разработка информационного портала для предпринимателей. Приложенные усилия уже дали результат. Во всероссийском рейтинге инвестиционной привлекательности регион поднялся в прошлом году сразу на 49 пунктов и занял 31 место, показав лучшую динамику в стране. В Смоленском государственном университете прошла международная научная практическая конференция «Учители время». Преподаватели и директора учебных заведений подготовили доклады. Выступления были разделены на четыре секции, каждая из которых представляла отдельные научные направления. Помимо специалистов из России, на конференции присутствовали представители педагогических сообществ из Белоруссии, Болгарии и Польши. По словам организаторов, такие собрания помогают структурировать и объединить преподавательский опыт с общей пользой для всех участников процесса. В школах города продолжается работа по социальному проекту госкорпорации «Русатом». Слава Созидателям! В учащейся второй школе встретились с героем видеоролика Людмилы Николаевны Луценко, которая всю свою жизнь посвятила тому, что учила-воспитывала десногорских детей. Она проработала в школе номер два с момента её открытия, и за плечами этого педагога уже девять выпусков. А это значит, что её воспитанники успешно трудятся во благо нашего города и страны. Во второй школе с прошлого года работает телевизионная студия «Искра». Ребята под руководством своих наставников снимают видеосюжеты о жизни школы и города и активно принимают участие во всех конкурсах у госкорпорации «Русатом». Видеоролик о истории жизни учителя начальных классов Людмиле Николаевне Луценко – это их работа. Нам было очень интересно снимать ролики о наших же учителях, которые работают в нашей школе. Кто-то больше, кто-то меньше, но все они, поверьте, вложили душу, себя в своё дело. На тематический час в зале собрались много ребят-школьников. В основном это дети прошлого выпуска Людмилы Николаевны. Их интересовало буквально всё – и как она пришла во вторую школу, почему выбрала именно её, и профессию педагога, и много-много других вопросов, на которые учитель ответила с большим удовольствием. Хотя, как сказала она нам по секрету, не очень любит рассказывать о себе и своей жизни, но согласилась поучаствовать в этом проекте только из-за того, что понимает, насколько значим он для города. Я думаю, что это очень интересно, знать тех людей, которые начинали с самого начала, потом приходят слушать или которые хотят чему-то научиться, услышать о чём-то. Поэтому я думаю, что кто это придумал – молодцы, просто молодцы. Это удачный проект, и я думаю, что будут продолжаться эти проекты. Я считаю, что этот проект очень значимый, нужный, необходимый. Жители города должны знать своих созидателей. Вот так капля за каплей собирается история нашего атомного городка. И это будет продолжаться ещё не один год. Смоленское отделение Банка России провело день открытых дверей, на котором в Смоляне узнали секреты двухсот и двухтысячных рублёвых банкнот и прослушали лекции о вкладах, сбережениях и кредитах. А для самых маленьких гостей были организованы конкурсы и викторины. В Смоленской области активно развивается система электронной записи к врачу, благодаря которой значительно сокращаются очереди в поликлиниках. Сначала по электронной записи можно было записаться только к участковым терапевтам и педиатрам, а также к врачам общей практики. Сегодня эта услуга всё более востребованная, и многие медучреждения региона расширили перечень специалистов, к которым можно попасть по предварительной записи. В канун главного великого христианского праздника – Покров Пресвятой Богородицы в городском центре досуга для школьников подготовили и провели урок культуры. Подробности далее. На мероприятие пришли ученики младших классов. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы символизирует начало зимы. С ним связано много русских традиций. Вот обо всём об этом ребятам и рассказали сотрудники городского центра досуга. Это ребята младший школьный возраст, потому что именно они самые благодатные зрители и слушатели. Именно сейчас, мне кажется, интересно им показать и приобщить их к русской народной культуре. Также школьники на познавательном уроке смогли вспомнить русские народные поговорки, поучаствовать в викторинах и весёлых конкурсах. Больше всего мне понравилось отгадывать кроссворды, писать на букву слова. Здесь очень весело, звонко. Мне очень понравилось. Завершился урок весёлыми танцами, но уже под современную музыку. 13 октября сотрудники городского центра поддержки молодёжных и детских общественных объединений провели для студентов Десногорского энергетического колледжа психологический тренинг «Моё уникальное я» в рамках серии тренингов. В ходе работы участники раскрыли свои лидерские качества, помогая другим сплотиться и работать дружно в команде. В течение прошедшей недели в МВД России по городу Десногорску поступило 105 сообщений, заявлений о преступлениях, из которых 5 преступлений, с которых раскрыто 2, телесных повреждений 7, ДТП с техническими повреждениями 4, прочие 82. Выявлено 83 административных протокола, из которых 73 за нарушение правил дорожного движения, антиалкогольные статьи 6 административных протоколов. Субтитры создавал DimaTorzok